так давайте смоделируем такую ситуацию когда мы уже подключили то есть два выхода всего лишь на все на пионере такая вот ситуация мы подключили теперь переживаем запоет не запоет вот у нас выключены выключено и головное устройство то есть магнитофон магнитола как хотите так и говорите головное устройство и вот на пионерах этот режим включается срс нажимаете то есть включение кнопку и держите и он нам выводит меню инициализации головного устройства здесь вот и нишал систем вы не шел заходите этой кнопкой на тюльпан он фильтрует выход если мы выберем рир and rift то у нас полный сигнал пойдет полный сигнал в плане сверху не будет резаться если мы сам пенсат сделаем то у нас сверху будет резаться сигнал но у нас подключены динамики нам не нужно чтобы резалась когда сабвуфер если мы подключим как если мы подключим еще моноблок то на моноблоки мы настроим выбираем rift and rift и все и выходим отсюда он выключается теперь включаем его и у нас играет музычка дальше следующая настройка нажимаем джойстик нажали зашли в меню выбрали аудио еще раз нажали и нашли hpf settings заходим сюда здесь у меня уже выставлен 100 герц и 4 порядок то есть 24 децибела на октаву чем выше это значение тем выше будут отрезаться нижние частоты если значение off то фильтр выключены и на динамик будут идти полностью все частоты такого на эстраде или не не рекомендую ни в коем случае делать такое можно делать только на компонентной акустике вот в данном случае у нас значение минимум 50 герц потом 63 80 100 125 160 и 200 мы потом выключается это то есть по кругу так стандартно где-то 125 кто-то 100 стоит кто-то 80 смотря опять же какие динамики если вы не знаете какие у вас динамики если вы не сильно разбираетесь и боитесь их спалить ставьте 160 но баса не будет вообще но сейчас продемонстрирую вот он выключен а а а а а а а а а то есть когда 200 герц срез четвертым порядком динамик играет уже как чистая середина он практически не стучит то есть стук еле-еле слышно либо это у вас полная дверь какой-то эстрады и мой довольно таки мощный усилитель тогда стучать будет ну только за счет площади какие еще могут быть у нас нюансы если у нас головное устройство самое дешевое и у нас нет хайпас фильтра до hpf сеттинг у нас отсутствует отсутствует то есть даже мы не можем снизу подрезать никак что же нам тогда делать нам же нужно подрезать динамики снизу чтобы они сильно не басили иначе будет большой ход и динамика возможно что повредиться тогда у нас есть вариант поставить усилитель либо он у нас уже уже у нас стоит усилитель и на большинстве усилителя есть фильтры тоже такое фильтр давайте посмотрим вот у нас селектор это у нас усилитель fusion 604 вот смотрите сейчас он в положении выключена потому что на головном устройстве фильтра фильтры работают если мы поставим его в положение hp файпас фильтр то теперь вот этот регулятор будет у нас отвечать за частоту среза здесь у нас от 40 герц дождь из до 600 герц но теперь слушаем на слух и настраиваем как бы немножко опыт есть вы если на слух не можете настраивать то смотрите на динамик сделайте максимально громко как вы слушаете ну до искажений как только искажения пошли лучше сделать тише и крутите крутите сначала поставите максимально максимальный срез потому что на усилителях на большинстве усилителей второй порядок на вот на головном устройстве на этом пенере четвертый порядок то есть он сильнее срезает круче срез меньше частот оставляет низких у этого же усилителя второй порядок среза и поэтому нижних частот будет немножко больше даже если вы срежете совсем высоко все равно он немножко низкий будет захватывать поэтому здесь надо будет вырезать выше смотрите на динамик и контролируйте ход начинаете убавлять убавляете 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 смотрите динамик начал ходить прям нормально прям стучит хорошо уже делайте еще чуть чуть ниже и смотрите как только такой опасный уже ход начинается делайте чуть чуть-чуть еще выше например ну вот так вот и все на этом катаетесь слушаете если низковато порезали можно будет добавить в любой момент можно подстраивать усилитель этим и хороша аудиосистема единственное что на усилителях неудобно то есть нужно лезть в багажник там возможно что он у вас там неудобно где-то на крышке снизу вы там боком как-то там будете залазить отверткой будет не помещаться и так далее если вам интересно как порезать midbus как еще нас какие еще настройки вам интересны пишите запишу еще видео если вам интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите может быть еще какие-то настройки нужно сделать может быть подключение какой-то показать может быть чего-то вы не знаете в общем пишите ребята не стесняйтесь не обещаю что сразу все сниму что сразу все выложу но по возможности буду снимать в общем пишите